Детская песня «Ладушки» Громкие, озорные, веселые. Очень рада вновь видеть вас в нашей студии, Екатерина. Вы сегодня сопровождаете эту бравую команду. Да, здравствуй, Маша. Ну, мы взяли девчонок, потому что они, наверное, сейчас наше лицо. Они такое подрастающее поколение, на которое хочется смотреть, которые хорошо работают, которые приятно выглядят на сцене. И поэтому мы думаем, что пора бы их уже показать всем. Отгремел очередной юбилей. Прошли посвящения в юные музыканты. Чем сегодня живут «Ладушки»? К чему готовитесь? Чем насыщены ваши трудовые будни? Не побоюсь этого слова. Хочу еще раз сказать, что все артисты, которые находятся сегодня здесь, в нашей студии, действительно настоящие артисты, которые постоянно выступают на различных площадках. Они прям трудоголики. И у нас сейчас очень много планов. У нас весь декабрь вообще забит. Помимо нашего новогоднего концерта «В мечте» у нас концерт позвали губернатора Московской области. Мы все поедем выступать. Помимо этого всего наши Одинцовские дела. Везде елки и прочее, прочее. Очень много планов, очень много проектов, записей песен. Пишем песни, работаем с новыми композиторами, с разными. И развиваемся, растем. И пытаемся идти в ногу со временем. И не стоим на месте. Все-таки студия, она так и называется, театр студии детской песни, это не только лишь один вокал. Это и очень серьезная хореография, это и сценическое, и актерское мастерство. Вы как раз у нас педагог, хореограф, постановщик. Над чем сегодня трудитесь и насколько хороши девчонки в танцах? Очень странно, но очень сложно собрать, на самом деле, команду из танцующих и поющих девочек. Чтобы все это вместе совмещалось и было гениально. То есть, да. У нас есть иногда какие-то проблемы, но это все устраняется, потому что девчонки стараются, правда. После каждого концерта мы прям смотрим видео, перебираем, у кого где-то рука не такая, спина, улыбка, что-то вот. И мы разбираем эти ошибки, они делают работу над собой, они это все репетируют, прорабатывают. И мы идем к чему-то очень хорошему, к чему-то великому и думаем, что у этих девочек есть хорошее будущее. Марьяна, сколько лет ты уже в ладушках и изменились ли твои планы на будущее? Или все-таки ты по-прежнему мечтаешь о большой сцене? Я уже как третий год в ладушках, и я пришла, и когда меня уже пустили первый раз на сцену, я поняла, это мое точно. И я начала ходить, и мне все нравится, нравится. И вот к чему я пришла, что теперь выступаю везде, то есть все, снимаюсь и прям... Признайся честно, сумела побороть волнение? Да. Или все-таки волнуешься, как и прежде, перед выходом на сцену? Нет, не волнуешься. Не волнуешься. Екатерина, как вот вам удается так быстро настроить детей на нужный лад, чтобы они совершенно перестали бояться сцены? Ведь сценические площадки, еще раз повторюсь, у вас очень много концертов, фестивалей, и они разные. Есть большие, есть средние, есть маленькие. И нужно очень быстро перестроиться и выйти в блестящее, не просто исполнить, но отыграть весь номер. На самом деле у нас с этим таких проблем нет. Ну, есть маленькие дети совсем, которые выходят на сцену, и у них волнение дает о себе знать, там, может быть, какие-то слезы. Но мы пытаемся тоже как-то проговаривать это, то, что вот мы выйдем на сцену, у нас есть определенные правила нахождения на сцене. То, что мы там не делаем это, это и это. И они это тоже запоминают, прокручивают в голове, и каждый раз, когда они выходят на сцену, они знают то, что вот я должен сделать так, я должен сделать так. И у нас есть репетиции на сцене с большим звуком, со светом, и это все делается, это дело практики. И мне кажется, когда дети занимаются такое количество лет, то для них уже это не проблема. Ну, мне кажется, волнение в любом случае есть, даже у меня, когда я на сцену выхожу, у меня как-то так все бурлит, я боюсь, что вдруг сейчас забуду, а вдруг куда-то там не туда шагну. Но перебарываем, репетируем очень много, и когда это уже на автомате все работает, то, мне кажется, уже ничего не страшного. Коллективу очень много лет, за это время, ну, просто колоссальное количество было и концертов, и различных выступлений. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вспомнили какие-то интересные, курьезные случаи, но я просто не поверю, что не было ни одного, когда, быть может, кто-то забыл костюм. Летают туфли, резинки нужного цвета. У нас не бывает, наверное, ни одного концерта, когда у нас не бывает вот таких каких-то непонятных странных вещей, потому что закулисья, это вообще отдельная жизнь. Мне кажется, именно это нужно снимать, не то, что происходит на сцене, а что происходит за кулисами. Мы все друг друга поддерживаем, бегаем друг друга, переодеваем, бывает, и футболки мы забываем, и обувь мы не ту привезли, и по рынку где-нибудь бегаем за носками, за белыми, и где-то у кого-то там кто-то поел, пятно, не пятно. Ну, это все мы как бы меняем, но вообще очень много случаев. У меня только вот за шесть лет, как я занималась в ладошках, у меня только таких случаев просто тьма. То у меня штаны где-то расстегнулись, то у меня микрофон упал головной, то я слова забыла и спела вообще не то. То есть, ну, полно всего, но, как мы говорим детям, то что если ты что-то забыл, или ты знаешь, что у тебя там где-то как-то что-то не подходит, то главное идти нагло, уверенно на сцену. Показывай, что ты все знаешь, улыбаешься нагло, и все, и все получится. Никто даже не заметит то, что у тебя, не знаю, на голове что-то не так, или футболка другого цвета. То есть главное отработать. Если упало, значит так было задумано. Значит так оно и упало, да, в конце номера, там кто-нибудь пнул так до кулисы, допинал, да и все, и пошли дальше. У нас и босиком выходили на сцену. Вот у нас в юбилейной программе не успевали переодеваться, очень много людей, мало мест, и босиком вышли на сцену, и вообще никто не заметил. То есть, ну, было даже и такое. Не обратил никто внимания. Давай передадим микрофон. Марьяна, держи. Ксюша, ну а с чего началась твоя история в «Ладушках», как ты попала в этот коллектив, почему выбрала именно их? Ну, когда мне было пять лет, мама мне сказала то, что я нашла в интернете очень хорошую группу, театр-студия детской песни «Ладушки». И мы пришли туда, и я тут уже четыре года, пятый уже, и мне тут все нравится. Вот что нравится больше всего? Мне нравится, как мы коллективно все делаем, мы выступаем, мы где только не выступали. Что больше всего за это время, вот лично тебя поразило, возможно, какой-то фестиваль, концертная площадка, какой-то праздник, вот необычайный, где ты действительно чувствовала вот себя настоящей звездой? Да. Мы выступали в «Жаворонках», там мне больше всего понравилось, то, что мы все делали коллективно. Там были и взрослые, и младшие, все там были. Катюш, что это был за концерт? Это было 9 мая, мы ездили в «Жаворонки», по-моему, у нас было в день тогда два или три концерта, и мы вот так вот все в суете, естественно, кто-то что-то забыв опять, все друг другу. А там людей действительно было очень много, там стадион, параллельно шла футбольная игра «Люди и тьма», и мне кажется, что Ксюша больше всего зацепило то, что люди, которые пришли на этот концерт, они подпевали песни. И это действительно очень приятно, когда ты стоишь на сцене, ты что-то делаешь такое классное, хорошее, и люди это ценят, и поют, и песни даже знают, как так вот было, так получилось. И вот тогда, правда, было здорово. И они, если честно, ну, они вроде такого возраста, то, что им должно быть вообще на все все равно, главное я и никто больше, но они друг друга поддерживают, они помогают и переодеться, и где-то прическу поправить. И взрослые ребята тоже всегда с ними носятся, и мы там в 4 руки, в 6 рук переодеваем одного ребенка, и это очень здорово. Они прям как настоящая семья, мне кажется. Ну, вы все, весь ваш коллектив, это одна большая дружная семья, начиная от руководителя Диана Глины Минихановой, которая когда-то, вот именно ведь с ее легкой руки образовалась театр-студия детской песни «Ладушки». Начиналась она с нескольких человек, а сегодня это огромная семья. Огромная, и правда, очень приятно, когда ребенок может прийти к педагогу и рассказать какие-то, ну, такие свои, может быть, незначительные проблемы, но ты понимаешь, что они вот пришли, рассказали мне, они родители, они свои подружки на улице, то есть настолько вот у нас сплоченные отношения, настолько мы близки все друг между другом, то что и находим правильные слова, чтобы поддержать, и это очень ценится. Если честно, это очень здорово. Кира, что ты ценишь больше всего в занятиях, именно вот в «Ладушках»? Ну, в «Ладушках» мне очень нравится, во-первых, наша хореография, мне нравятся движения, еще мне очень нравится, что учителя нашего вокала, педагоги, они, ну, оценивают наше мнение и дают нам какие-то такие сольные песни, которые, ну, достаточно нам подходят. Мне это тоже нравится в «Ладушках». А тебе вот все-таки нравится больше петь сольно, либо группой? Я не знаю. То есть ты пока еще не определилась? Да. Все одинаково нравится, интересно. Ну, наверное, динамика все-таки, энергетика, она вот через масштаб, через группу передается, потому что и в группе, наверное, легче спрятаться. Если что-то не так, всегда можно как-то за кого-то спрятаться. Да, все-таки, когда ты сольно выходишь на сцену, ты один на один со зрителем, и тут уже никуда не спрячешься. Ну, мы иногда делаем тоже такие вещи, как поет сольно девочка, и сзади поддерживают группу или движениями, или, может быть, подпевками, чем угодно, просто чтобы для уверенности. Потому что, когда сзади тебя все-таки стоит твоя команда, ты чувствуешь себя очень уверенно, хорошо, стоишь твердо на ногах, и уже вообще ничего не страшно. Софья, сколько ты уже занимаешься в «Ладушках», и как попало в этот коллектив? Привели ли туда тебя родители, или ты узнала своих подруг? Я занимаюсь тут уже третий год, и узнала я о «Ладушках» с помощью своего деда. Ну, он, наверное, пришел домой и сказал, «Софья, пора тебе в «Ладушке». Дедушка был на одном концерте с «Ладушек», и когда он увидел этот концерт, он решил меня повезти в «Ладушке». Ну, то есть дедушку настолько поразил концерт, наверное, номера, что он сказал, почему моя внучка еще не на этой сцене? Она ведь такая артистичная, ей пора петь. Наверное, вот новое поколение, эти новые дети, которые приходят, 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 они в том числе и благодаря отчетным, юбилейным концертам, благодаря вашим гастролям по району, области, они ведь видят зрителей, да, и, соответственно, дают детей. Конечно, у нас и много групп, ну, как группа в социальных сетях, Инстаграм, контакты везде, а после каждого концерта это все выкладывается, чтобы люди видели, даже не то, что приходили, просто чтобы они знали, что есть такой коллектив, и можно прийти и порадоваться, что люди делают хорошую вещь. И мне кажется, если бы я попала на такой концерт, я вышла бы с огромным удовольствием, оттуда и точно бы отдала своего ребенка. Кать, как ты попала в ладушки? Ой, это вообще такая интересная история. Я пришла записываться в другой коллектив, меня просто мама отдала петь изначально. И когда мы спускались вниз уже, мы уже записались, мы уже оплатили все, там была мамина знакомая, мама одного из учеников, уже выпустившегося, он уже взрослый вообще, прям. И она говорит, ну что вы тут здесь делаете? Мама объяснила, что такая ситуация, в общем, привели дочку, записались. Она говорит, ты куда записались? Он говорит, в улыбку. Она говорит, что? Улыбка? Ну нет, ни в коем случае. Позвонила Дианя Глебни, сказала, сейчас подойдет девочка, в общем, она вам нужна. Ну и все, а это как раз был юбилей на 20-й год. Очень плотная подготовка, и туда просто так нельзя было попасть. То есть я прям попала в концертный состав, мне быстро пошили костюмы, я начала там вообще ловить все, как губка впитывать, потому что было настолько интересно, ну и вот как-то я задержалась. Ну задержалась, ты из солистки перешла в ранг преподавателя. Ты теперь хореограф-постановщик театра студии детской песни «Ладушки». Но все-таки с пением как-то тоже продолжаешь дружить? Или нет, 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 ушла в сценическое движение? У меня, если честно, не было такого прямо голосища, как хотелось бы. Наверное, после третьего года занятий я поняла то, что, видимо, это не мое. Но все хореографы, которые были, они вот как-то отмечали меня, и на какие-то, может быть, замены меня ставили, везде я солировала в движениях. И поэтому как-то, видимо, у Дианы Аглевны что-то так промелькнуло в голове, такая мысль, и мне предложили, позвали меня, мою маму, потому что я была совсем крошка, мне 14 лет было. Но я как-то так постепенно со взрослыми педагогами-хореографами я тоже училась, шла к этому, и, в общем, так вот получилось здорово. Ну, то есть с легкой руки Дианы Аглевны ты приобрела профессию. В принципе, в 14 лет ты уже начала работать. Ну, да. Просто когда я только пришла, и моя мама присутствовала на некоторых репетициях, Диана Аглевна подошла к маме и сказала, что эта девочка нам нужна, «Спасибо вам большое». И, естественно, мама там плакала, первый концерт у нее там, она так счастлива. Потом уже после этого всего она такие мне прям, говорит, ты что делаешь вообще? Там я не туда повернулась, там где-то почесалась на сцене, что-то как-то не так. Но, наверное, из-за поддержки педагогов, все-таки вот Диана Аглевна, Динара, они внушали мне вот эту веру в себя, потому что с вокалом не вышло, но при этом мне когда было сложно, я могла прийти к Динаре и поплакать ей, и сказать то, что вообще все мне достало, ничего не хочу. Диана Аглевна всегда находила такие правильные слова, и Диана Аглевна мне так, как вторая мама. Вот, то есть пришел, рассказал, и они все переживают все мои проблемы, вот так же, как и в моей семье, и это очень здорово, то, что есть такие люди, которые могут тебя принять вот настолько. Ну, опять же, вы все семья, одна большая. София, какие цели ты ставишь перед собой, чего ты хочешь достичь, какого уровня, чему научиться? Ведь придя в ладушки, ты наверняка, ну, о чем-то мечтала, хотела чему-то научиться. Получается ли у тебя это, и какая твоя конечная цель? Да, у меня получается, я хочу достичь, чтобы я была популярной артисткой. Хочешь выступать на сценах? Вот твоя самая заветная мечта, на какой бы сценической площадке ты хотела выступить? На Кремлевской. То есть Кремлевский дворец, да, Екатерина, прекрасная, мне кажется, мечта. Что ты для этого делаешь, София? Я занимаюсь в ладушках, чтобы достичь своего уровня. Впереди, ну, в общем-то, ну, половина, конечно, учебного года уже прошла практически, да, осталась вторая, но не менее яркая, насыщенная. Что бы вот тебе хотелось бы еще, может быть, подтянуть, чему-то научиться? Вот ты считаешь, что вот здесь как-то еще сыровато, вот хочется каких-то еще знаний. Ну, лучше танцевать и быстрее запоминать движения. Вот так оказалось, что музыкальная партитура не так сложна, как хореографическая. С этим у нас, да, бывает иногда проблемы. Мне хочется чего-то нового, чего-то интересней. Движения много. Мне хочется, чтобы каждый номер, это было, ну, не просто песни, не просто песни, да, а все-таки это, наверное, была целая шоу-программа. Конечно, и поэтому везде хочется движений побольше, чтобы они были разнообразные. А когда понимаешь, что они еще прыгают с этими микрофонами, они пытаются петь, и ничего не получается, потому что они начинают уже и задыхаться, и как бы это все смешивать очень сложно. Но ничего, мы стараемся, да, пытаемся учить, и остаемся дополнительными. И видео записываем, и дома учим, и перед зеркалом, и родителям танцуем, и вообще как угодно. Но концерты зато у нас всегда вот они как-то собираются. Видимо, зритель может на них так влиять, что они собираются делать вот все так, как нужно. Екатерина, ну, ты как считаешь, есть ли шансы у Софии попасть на кремлевскую сцену? Конечно, конечно, у всех есть, мне кажется, эта команда попадет туда сто процентов. Ну, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, да? Конечно. Арина, как ты попала в ладушки? С чего началась твоя история? Моя история началась... Я с детства любила петь и танцевать, мама это замечала. И моя подруга рассказала про этот коллектив. Мне хотелось посмотреть. Я пошла на концерт и увидела, что там не только то, что поют, но и танцуют одновременно. И я маму попросила, она записала меня, и вот я уже четвертый год. Не было ли вначале сложно сразу вот включиться в работу? Наверняка были дети, которые уже занимались какое-то время. Меня отлично приняли. Мне все здесь нравится. Мне нравятся и песни, и учителя. И все мне нравится. Калерия. Да. У тебя музыкальная семья? Ты из музыкальной семьи? Ну, у меня дедушка, он играет на гитаре, и он меня будет скоро учить тоже. А инициатива попасть в ладушки исходила от дедушки или все-таки от тебя, потому что ты мечтала научиться петь, Калерия? Да, я очень хорошо пела. Я просила прямо маму, мама, запиши меня куда-нибудь петь. Мама записала меня в ладушки, и мне здесь очень понравилось. Вот сегодня, даже в нашем городе, существует и открыто огромное количество разных творческих коллективов. Почему вы выбрали именно ладушки? Чем ладушки так понравились тебе, твоим родителям? Ну, просто здесь и поют, и танцуют. Мне очень нравятся песни хорошие. Что бы ты пожелала ладушкам? Я пожелала бы ладушкам много детей, и чтобы у всех все получалось. Два или в три годика пошла тоже петь и танцевать, только это было в другом городе. Потом мы решили переехать в Москву, и папа нашел вот здесь вот мечту. У меня был выбор между Маринкой и ладушками. Я почему-то выбрала ладушки и пришла сюда, и мне даже не идет отсюда мысль уходить. Мне кажется, дети, которые к вам хоть раз попали на занятия или на концерт, они уже от вас не уходят. Ну, у нас такой прием теплый. Мне кажется, что любому человеку понравилось бы, даже взрослому. Потому что у меня мама, когда приходит на концерт, и если вдруг она встречает Диана Аклеевна из Дюнара и видит детей, она говорит, ой, ну я бы тоже, конечно, потанцевала, я бы тоже потом попела что-нибудь. Ну, возрастом немножко уже все. А так, да, дети приходят, родители в восторге. Родители видят процесс работы иногда, то есть если совсем маленькие, им же интересно, что, куда они ребенка отдают. Они ко мне в зал приходят на хореографию посмотреть, и с Надеждой Михайловной они тоже посидят там, посмотрят, чем они занимаются. Но родители довольны. Это главное, то, что дети развиваются. Арина, что тебе нравится больше всего в «Ладожках»? Мне очень нравится выступать на сцене, мне нравится хореография очень. Я не знаю почему, но я очень люблю танцевать, петь. Я смотрю, ты так смотришь на Екатерину, я прям чувствую, что скоро у Екатерины подрастет помощница, да, и будет еще один хореограф. А что мечтаешь, Арина? Я мечтаю, чтобы я была певицей хорошей, чтобы я смогла выступать на большой сцене. Ну это замечательные мечты, прекрасные сцены. Более того, девчонки, несмотря на свой юный еще совершенно возраст, и на то, что они 3-4 года занимаются «Ладожках», они уже выступают на больших концертных площадках. Куда отправитесь в этом году? Какие цели, задачи сегодня перед вами стоят? После Нового года будет очень много всего интересного. Мы немножко меняем сферу деятельности. И мне кажется, это будет очень интересный опыт и для детей, и для всех педагогов. Думаю, то, что вам понравится. Что это будет? Можно хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу? Намажить театр, студия детской песни «Ладожки» и будем двигаться в направлении. Может быть, будет мюзикл? В планах? Много, очень много всего интересного в планах. Главное – время и желание, стремление детей и всех нас, чтобы мы также вдохновлялись именно этими детьми, чтобы они черпали от нас что-то, чтобы они находили в нас что-то такое, то, что мы можем им действительно дать. И только вперед, и все вместе будет, мне кажется, очень здорово. Катюш, ну, конечно же, не отпустим вас сегодня без песни. Ну, девчонки, тогда что, споем что-нибудь? Споете? Да! Ну, давайте. Раз, два, три. Тунде, тунда, тунде-ланда, тунде-де-да-да, тунде-ланда. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была, метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Спасибо вам огромное, девчонки, спасибо, что нашли время, несмотря на свой плотный график, пришли сегодня в нашу студию. Я желаю вам успехов, побед и, конечно же, всех тех свершений и всего того, что вы загадаете под бой курантов в эту новогоднюю ночь. Огромное спасибо, что пригласили нас, нам тоже было очень приятно. Спасибо. Переходите на наши концерты, следите за нами в социальных сетях, и мы будем вас радовать чем-то новым. Обязательно. А мы, соответственно, расскажем обо всем в нашем эфире. Вы смотрели программу «Моя планета», верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok